привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить barrel hill мы находимся все также в последней серии мы собственно машина у нас сломалась мы вышли из леса к непонятной парковки здесь сидит напуганный офисный рабочий который я не знаю что там вообще увидел он просто в истерике в результате побродив здесь здесь вообще нет людей только непонятные шаги вокруг нас мы пришли в эту темную комнату здесь у нас щиток пока я не записывал серии то есть прошел день где-то я посмотрел эту головоломку она решается довольно просто короче снимаем открываем тут у нас изолента вставляем так и вот так и собственно готова теперь можно включить цвет на кухне давайте осмотримся что же еще у нас тут есть так братья пора выйти пора успокоиться и выйти хорошо отлично что у нас есть на кухне спасибо кстати за поддержку за то что вам понравилось данное прохождение я думал интересно ли это будет людям большинство оказалось интересно как в принципе мне потому что соскучился по такого рода играм так что у нас рыбка то есть шорох внутренняя тьма что-то вот наподобие это всегда хорошо да так тут пока что тихо на кухне просто бардак мойте свои руки отлично посуда не мыта прям как у меня на кухне так подожди вот это конечно неудобно сделано передвижение так вот так мы нажимаем плюсик и теперь мы можем а ну да собственно это она есть если на швабры ничего хорошего да ладно так что тут бабы горошек ничего полезного в принципе он нам тут вообще искать пока особо нечего но мало ли тем не менее вот допустим взяли своровали корзину может пригодится когда не будущем верно так хорошо что такое упаковка яиц зачем я забрал рюмки для яиц и конечно не знаю но видимо пригодится пока что я хватаю все что могу что в будущем не тыркаться по 10 минут на одном месте здесь на кухонном столе все довольно таки замызгана грязно но при этом пойдем что по радио кажусь ты если учитывать что за окном когда постоянно ходит вообще вообще жутку атмосферу то даже приятно на сквозь эй боб ты прекрасно выглядишь а мои волосы стали тусклыми и безжизненными весь секрет в моем новом шампуне джим он делает мои волосы более густыми я выгляжу гораздо моложе потрясающе ну как он действует это настоящий коктейль из морских минералов которые питают и увлажняют понятно что еще раз пись кроме срача на кухне ничего не нашел особо лампочка время у нас пол восьмого по группу подожди часы как-то странно работают ну 8 почти да судя по всему а сюда возможно потом нужно будет что-то принять но я думаю это просто для мебели как в этой игре любят то есть действий в принципе не нужны но прикольно что они есть отлично но пока что не могу сказать что нам что-то дало что мы сюда зашли кроме собственно лампы с помощью которой мы спорим теперь двинуться дальше так ну тут все без изменений вроде как все достаточно спокойно что это такое что мне можно на вас применить пока что похоже ничего да так бен пожалуйста принеси ужин фила в гостиничный номер два в 630 он сказал что будет занят на раскопках так что просто оставь поднос на столе не забудь код замка 174 кнопки такие две такие сбрасывают код г как они габриэл так 174 номер два пойдемте сходим больше пока что вроде ничего нет мы осмотрели так отступки так лежал неважно что здесь вообще еще не сможет быть помню все осмотрел скажем вот эти урны наверное здесь ничего пока что надо сказать я царство грибов корнула отлично почему это вообще так тут мы все осматриваем тут больше ничего нет тут вроде как тоже не замечено чего-либо хорошо пойдемте во второй номер вообще по хорошему надо отсюда уже сваливать потому что мне это место не сильно нравится сами слышите какие звуки ух ты а тут я не был вашу мать я валю обратно там кто-то вокруг меня постоянно ходит так один семь четыре цветерок какие-то странные зарисовки но он занимается раскопками так что видимо это с натуры рисовал гаврак смотри он похож на какого-то какого-то глаза вот тут вот интересно девки пляшут что у нас тут радиатор и это у нас подожди это что за решетка такая я бы конечно не отказался если бы главный герой хоть как-то комментировал то что видит в принципе для этого есть я верно так что у нас в раковине зубная паста ничего полезного душевая кабинка неплохие номера такие маленькие но в принципе все что надо есть дневник пита астона это лучший день моей жизни конрад морс предложил мне присоединиться к его археологическим раскопкам древнего памятника известного как баррел хилл я решил завести дневник чтобы записывать самые важные события раскопок 11 июня профессор морс лично финансирует раскопки и гарантирует высокая гарантирует высокая оплата всем своим сотрудникам эти деньги позволят мне заняться исследованиями о которых я давно мечтал честно говоря я удивлен что конраду удалось получить разрешение на раскопки в документах говорится что исследования баррел хилл никогда не проводились из древних времен к этому месту никто не прикасался камни все еще стоят на своих местах судя по фотографиям выглядит это великолепно не обращай внимание это просто что-то там кто-то не по нашу душу каждый камень уникален хорошо что этих мест еще не касались жадные руки туристов да и местные жители обходят их стороной надеюсь нашей работе никто не помешает 18 июня утром доставили расписание раскопок составленное конрадом все четко ничего лишнего прежде всего надо установить подлинность каменного круга выкопав пробный шурф возле каждого камня из шурфа требуется взять образцы почвы каждого слоя все находки будут предварительно обследованы после чего высланы на детальное изучение и консервацию мистер мор сказал что уже подготовил лабораторию после этого шурфы надо немедленно прикрыть потому что митингующие могут появиться в любой момент к счастью образцы земли и торфа хранить не трудно факт три дня спустя 21 я получил очередное письмо от профессора морза ему не терпится начать раскопки на местности и он просит меня приехать в корнулоу мне надо выехать в конце недели и встретиться с ним на небольшой станции в учет не могу дождаться 25 июня баррел хилл удивительное место не затронутое человеческим присутствием единственное исключение станция техобслуживания который станет моим домом на следующие несколько месяцев я уже распаковал оборудование и приготовил его к работе здесь на станции очень вежливый персонал кажется они рады гостю похоже у них не так-то часто бывают посетители завтра мы начнем выполнение первой задачи по установлению подлинности монумента мы начнем с круга камней опоясающего курган он кажется мне довольно маленьким но я не сомневаюсь под ним скрывается многое надо заметить что концентрация древних памятников в баррел хилл невероятно велика удивительно но все они остались нетронутыми до наших дней ну да на самом деле 7000 лет прошло да 5 июля конрад стоит наверху холма с группой геофизиков снаружи они обрабатывают данные и передадут нам результаты исследований все-таки у них удивительная работа разве это не чудесно иметь возможность заглянуть в глубь земли увидеть что лежит под ногами с помощью радаров и магнитных волн хотя наша работа гораздо увлекательнее мы читаем историю как книгу перелистывая страницы снимая слой за слоем не могу дождаться когда мне предоставится возможность применить свои навыки 27 июля наконец-то мы начали раскопку на холме я сделал первый пробный шурф у маленького камня который известен под именем мелко он стоит вторым слева от входа в круг вот он как выглядит очевидно что камень находится в первоначальном положении я нашел маленький разбитый горшок проведя первоначальный осмотр я упаковал его вместе с образцом почвы и приготовил к отправке в лабораторию интересно что могло в нем храниться мы предположили что горшок появился после возведения монумента он слишком мал чтобы оказаться погребальным сосудом возможно это был горшок с подношением Конрад работает над вторым пробным шурфом на противоположной стороне круга его камень называется гаврак издали он похож на скульптуру человека положившего руки на бедра честно говоря все камни отчасти напоминают человеческие фигуры не удивительно что о них придумано столько легенд 29 июля состояние почвы вместо раскопок создает идеальные условия для сохранения артефактов сегодня я занимаюсь раскопками вокруг третьего камня Валиго он стоит слева от входа если брать за ориентир доску объявлений станции техобслуживания потрясающе мы нашли уже три горшка рядом с каждым камнем два из них практически в идеальном состоянии третий разбит на мелкие черепки похоже эти горшки были задействованы в каком-то ритуале отличном от погребения но что это за ритуал мы пока не можем предположить 1 июля долго они тут сидят погода стоит хорошая хотя по ночам бывает довольно холодно когда солнце заходит вся местность погружается в беспросветную тьму я занимаюсь раскопками четвертого шурфа возле камня дольмент нашел еще один горшок но достать его довольно трудно надеюсь завтра он окажется на нашем столе находок конрад бросил вокруг каменного кольца вот уже два а бродит вокруг каменного кольца вот уже два дня говорит что пытается понять зачем этот монумент был возведен на место раскопок он даже не заглядывает однажды я видел его рядом с лотарем он пил что-то из своей фляжки и вглядывался в лесную чашу чашу 4 июля конрад помогает мне в раскопках камня молот мы уже выкопали глубокий шурф и отправили пробы почвы на анализ в процессе раскопок нам попался еще один разбитый горшок теперь их у нас уже пять конрад нынче задумчивый наверное обдумывает какие-то свои мысли честно говоря я чувствую себя немного одиноко даже поговорить не с кем работники станции техобслуживания очень милы но простоваты одна девушка Мэгги учится в вечерней школе и надеется поступить в университет но во всяком случае у нее есть какие-то устремления всех остальных похоже устраивает их примитивная жизнь 5 июля мы сделали невероятно глубокий подкоп но так и не достигли основания камня молот конрад решил пока оставить этот шурф и перейти к камню кайлях я начну шестой шурф прямо напротив входа ближе к камню известному как гаврог этот шурф я забросал землей как четыре предыдущих теперь место раскопок снова выглядит нетронутым со стороны даже не заметно что тут велись археологические работы это что незаконно типа было что ли 6 июля мы с конрадом одновременно начали работу над шестым и седьмым шурфом конрад копает возле самого высокого камня который стоит немного позади круга интересно откуда взялись названия камней камень конрада известен под именем Хенрик во всяком случае так нам сказали этим утром я обнаружил венок из папоротника прикрепленный к моей двери в гостинице наверное кто-то решил подшутить надо мной вообще-то довольно красиво 9 июля конрад доверил мне продолжать работу в шурфах а сам занялся исследованием других частей памятника еще он попросил меня исследовать выступающий менгир известный также как строжевой камень он повторил свою судьбу в свою просьбу несколько раз пришлось из-за этого остановить другие шурфы 13 июля кажется я докопался до основания строжевого камня ничего особенного я там не обнаружил кажется в почве есть небольшие вкрапления угля но точно можно будет сказать только после исследования проб под микроскопом конрад заперся в номере и не выходит похоже ему сообщили какие-то печальные известия он часто пишет что-то в свой дневник забавно право он весь обвешан современными приборами и ведет бумажный дневник впрочем он может позволить себе быть эксцентричным какие-то зарисовки 15 июля этим утром мы обнаружили что кто-то закопал наши шурфы обычно мы поднимаем торфяной слой и сдвигаем его чтобы впоследствии закрыть им места раскопок но сегодня мы обнаружили что он лежит на месте как будто к земле никто не прикасался еще злоумышленники сломали несколько инструментов очевидно кто-то не желает чтобы мы проводили раскопку и пытается нам помешать конрад уехал в город на джипе обещал привести камеры для охраны с их помощью мы сможем наблюдать за местом раскопа после наступления темноты надеюсь он скоро вернется с ним хотя бы можно общаться когда он не погружен в свои мысли 2 августа мы с конрадом снова обследовали местность за каменным кругом на этот раз мы попытались применить его gps систему для определения рельефа местности но прибор кажется сломался потому что поступающий сигнал трудно декодировать в итоге у нас не получилось создать цифровую карту местности придется рисовать ее вручную 20 августа пришел ответ из лаборатории я с удивлением обнаружил что над нашими образцами работает моя старая знакомая Люси давненько я ее не видел интересно сильно ли она изменилась с тех пор 5 сентября получил еще письмо от Люси она мечтает приехать в Берл Хилл хорошо бы ей это удалось я покажу ей место раскопок сегодня после обеда навестил нашу соседку работающую на местной радиостанции BHR кажется миссис Харри нравится вся эта шумиха вокруг Берл Хилл она выдала мне целую кучу наклеек на бамперы и флайеров надо будет как-нибудь послушать ее шоу ой много текста 10 сентября наконец-то нашелся мой дневник давненько я ничего не писал не понимая как он мог пропасть неужели его кто-то украл ночью кто-то разбросал наше оборудование и свалил тент на землю не важно сюда недавно сюда приходили какие-то протестующие с плакатами но естественно ничего не добились наверное это их рук дело идиоты они даже не понимают что вредят памятнику больше чем все наши археологические изыскания вместе взятые джордж менеджер станции техобслуживания разрешил нам хранить оборудование в одной из свободных комнат гостиницы правда он предупредил что в комнате только что сделали ремонт пришлось пообещать что мы оставим все в чистоте и порядке бен помогает мне перевести оборудование протестующие вандалы 12 сентября дождь 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 могу поклясться что слышал как конрад поет в своей комнате вчера ночью до меня доносились какие-то странные звуки я попытался разобрать что он поет но ветер за окном завывал еще громче возможно конрад ему подпевал ха-ха 15 сентября наконец-то дождь закончился местный родник вышел из берегов надо узнать побольше об этом источнике или горе легенде с ним связанной рядом с точником установлена плита на которой что-то написано но я не могу разобрать что именно чаще всего родники связываются с народными мифами или легендами позже с деньями христианских святых обычно рядом с ними находятся древние места поклонения он вам как выглядит 19 сентября завтра мы начинаем вторую фазу раскопок мы приступим к работе с первыми лучами солнца чтобы не терять времени наша цель определить подлинность и попытаться датировать захоронение в кургане как увлекательно это будет первое проникновение в древний курган с момента его создания иногда меня беспокоит мысль все ли мы правильно делаем но энтузиазм конрада заразителен то что мы обнаружим может защитить этот памятник культуры в будущем но я все равно немного волнуюсь следующие несколько недель я буду занят на раскопках мы выходим на новый уровень точнее погружаемся глубже в историю фу много текста но тем не менее весело нужно было прочесть люди которые не понимают зачем я это делаю это делается именно для атмосферы я могу конечно делать как в Скайриме то есть говорить что мол читайте на паузе но именно в этом и соль данной игры очень книжная атмосфера в которой именно нужно погружаться поэтому книги нужно читать только так кому не нравится в принципе я говорил еще в шорохе дело ваше не решается все очень просто выход дислайк до свидания остальные тащатся так что у нас по радио радио Бэрл Хилл это те самые флаеры похожи которым мисс Харри дала что у нас понятно может тут ничего нет только это мастерок частота 15.5 Эмма Харри снова с вами мы вернулись в эфир после отключения электричества и я буду вашим светом во тьме до часу ночи если не случится еще одной аварии я отважилась выбраться наружу и включить генератор так что теперь мы работаем автономно и никто нам не помешает хотя я могу поклясться что только что видела кого-то у нашей радиоточки но мы все знаем какие чудеса может выкинуть наше воображение в самую темную ночь года может быть кто-нибудь хочет позвонить нам в студию и передать привет наш телефон 5 8 5 2 1 3 1 на тот случай если вы уже забыли напоминаю что сегодня мы празднуем день осеннего равноденствия последний день уходящего лета отлично так и пока ночь окутывает землю я расскажу вам о празднике урожая который пройдет завтра в гавани так что если вы не можете уснуть оставайтесь на нашей волне и я придумаю чем вас занять отлично отлично ну в принципе кроме этого журнала мы тут ничего особо и не нашли да так что за бумаги Оксбордский институт археологических исследований Бальзак Рот Оксборд 8 сентября я только что прочитал статью про раскопки в сегодняшней газете мерзкий гневный пасквилик обвиняет всех кто участвует в раскопках и поддерживает археологов так что все не настолько безоблачно впрочем это довольно маленькая и явно заказная статья но все равно будь осторожен там вокруг полно этих фанатиков противников археологических исследований Берл Хилл просто не мог не привлечь их внимание это же драгоценный Корнуолл можно подумать наша страна это остров отрезанный от всего остального мира ты знаешь в этой статье было полно всякой чуши с жирным шрифтом про какие-то явления тьмы по-моему эти люди просто сумасшедшие будь осторожен ты же знаешь они просто так не успокоятся надеюсь место раскопок охраняется и Конрад знает что делает отлично так подожди у нас тут посмотреть на что нельзя ух ты звоните и передавайте приветы 5 8 5 2 1 3 1 музыка без перерыва на радио Берл Хилл потрясающий отдых для всей семьи любой мальчишка придет в восторг от парка развлечений античный мир так телефон зарядите я думаю на открыты 7 дней в неделю вы слушаете легендарное радио Берл Хилл так привет Пит а я и не знал что ты тоже работаешь с Конрадом Морзом я только что прошла твое имя на посылке который у меня доставили как он тебя раскопал впрочем мне не стоит удивляться ты самый лучший специалист в своей области ты замолчи уже всегда был и всегда им будет Берл Хилл к раскопкам относится неоднозначно многие думают что это место лучше не трогать поговаривают что за все время его существования к нему не притронулась рука человека местные жители охраняют его как святыня и боятся его этот курган упоминается в нескольких документах кажется много лет назад здесь проводились исторические исследования но женщина занимавшаяся ими таинственным образом пропала жуть правда я слышала что это место удивительно красиво и природа просто великолепна может быть она просто решила не уезжать отсюда ха ха я сделал несколько проб материала которые ты прислал мне из пробных шурфов вокруг камней скоро вышел тебе подробный отчет я уже подумал не отправиться ли туда самой дорога не должна занять много времени надеюсь на этот раз мой багаж не потеряется на пол дороги да давно я тебя не видела Люси так что все мне нужно где-то зарядку по телефону и потом я думаю по этому номеру надо будет позвонить вернуться сюда так телефон прямого эфира 5 8 5 2 1 3 1 скоро выпили музыка и местные новости вы уже попробовали самую современную разработку стоматологической индустрии новую имбирную зубную пасту она помогает бороться с кариесом зубным налетом и воспалением десен лучше чем какая-либо другая паста к тому же она превосходно отбеливает зубы это телефон нужно к зарядке перешпандорить здравствуй Люси спасибо тебе за письма да много лет прошло с нашей последней встречи я очень рад что эти раскопки снова свяжут нас вместе вчера прибыл твой отчет по образцам почвы конрад сразу углубился в него я даже не смог прочитать что ты обнаружила он поручил меня сделать полное обследование местности включая внешний круг с помощью gps но чертова машина кажется сломалась вместо этого мы сделали пробный шурф в самом центре кургана его физические исследования наводят меня на мысль что там нас ждут удивительное открытие я буду держать тебя в курсе конрад похоже забочен выходками ну понятно короче говорят про то же самое все происходит примерно одно и то же фанатики они как всегда и везде до добра не доведут так подожди вот сюда вот мне нужно вставить телефон машина приехала так пусть он пока заряжается наверное что это было вообще звоните и передавайте приветы пять восемь пять кто приехал это не эта машина тут же не было по-моему никого по-моему не было так так на куда ты мог приехать что у тебя за маркировка на машине ну вот никого спокойно все да ну ладно ну ладно я не уверен я не уверен даже была эта машина тут по-моему не было ну вообще это прохождение наверное будет самым усталом за последнее время потому что ух ты ух ты ух ты подожди что это нам дают по-моему ну окей что дальше странно это все не богу хорошо дадим короче говоря подзарядиться маленькой телефончику позвоним на эту станцию узнаем как у них там дела что вообще происходит так подожди скоро в эфире музыка и местные новости к любому событию для любого праздника ой теперь давайте мне номер быстрее пожалуйста нет лучше подарка чем букет свежих цветов флорист доставка букетов и цветочных композиций вообще обалдеть почитали несколько дневников и как то уже сразу эти вот иллюзии главный герой данного дневника радио Бэррохилл 1530 это Эмма Харри на волне Бэррохилл нет сигнала отлично что то все не слава богу у вас нет сигнала хорошо хорошо давайте сходим сюда попробуем прекратите раскопки как тут жутко это обалдеть куда это я вышел кто тут кто тут так надо валить твою мать бродюня вали давай куда нибудь какой хрен это было явно зря сделано нет я живой уходим нафиг ладно уходим нафиг ладно ничего не хочу подожди тут же выход был где выход отсюда куда я попал вообще офигеть я заблудился ну ладно хоть сюда вышел ну что давайте на этом прекратим наверное надо сказать серия такая неторопливая как и вся игра еще раз повторю это игра именно для поклонников вот такого неторопливого жанра если ждете какого-то бешеного экшона то вы промахнулись адресом здесь вам этого не будет игра именно для поклонников таких прохождений как шорох внутренняя тьма то есть минимум действия максимум смысла но если вам такое нравится спасибо вам за просмотр увидимся в следующих сериях с вами был артур всего хорошего пока-пока-пока субтитры создавал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok